Рецептом этого суфле я пользуюсь в тех случаях, когда у меня остается много неиспользованных яичных белков. Такое суфле очень удачная альтернатива зефиру к течимому молоку и всевозможным меренгам. Оно очень экономичное, ему не нужны сливочное масло, сгущенка или сливки. Плотненькое, но нежное. В текстуре что-то среднее между зефиром и конфетами райские облака. И еще оно очень вариативное. На его основе можно сделать не только вот такие простенькие маленькие зефирки, но и зефирные сэндвичи, конечно же просто обвалять в какао или даже сделать вот такие конфеты по типу райских облаков. Также с помощью разнообразных пищевых красителей, экстрактов и эссенций можно обогатить вкус и цвет этих конфет. Обо всем этом можно почитать у нас на сайте, ссылка в описании под видео. Ну а начинаем мы с того, что первым делом замачиваем агар. Посыпаем его дождиком в ковш с водой комнатной температуры и оставляем на 15-20 минут. Слегка разбухший агар перемешиваем и ставим на средний огонь. Нагреваем до легкого загустения агар-агара. Обязательно постоянно помешиваем, чтобы агар не оседал и не пригорал. Как только пошел пар и смесь начала закипать, добавляем инвертный сахар или глюкозный сироп, размешиваем и, продолжая помешивать, доводим до кипения. Но сильно кипеть не даем. Как только сироп начал закипать, добавляем сахар, еще раз размешиваем и также на среднем огне продолжаем уваривать еще около 8 минут. Через 8-10 минут сироп начнет сильно кипеть. Убавляем огонь до маленького, оставляем сироп увариваться и одновременно ставим взбиваться яичный белок. Взбиваем его на средней скорости до устойчивых пиков. К моменту, когда белки взбились, сироп тоже готов. Температура готового сиропа 105-110 градусов. Тоненькой стройкой выливаем кипящий сироп на взбитый белок и одновременно увеличиваем скорость миксера до максимальной. Стараемся сиропом не попадать на венчик. Если есть вот такое приспособление для закладки продуктов, лучше его использовать. Сразу же после сиропа высыпаем дождиком соду. Как только суфле начало густеть, добавляем лимонную кислоту. Скорость миксера при этом не снижаем. Когда венчик начал оставлять на поверхности будущего суфле пустоты и рисунок, останавливаем миксер и перемешиваем массу. Счищаем с краев лимонную кислоту, добавляем несколько капель пищевой эссенции или экстракта ванили и взбиваем на высокой скорости буквально полминуты. Все, наше суфле готово. Теперь из него можно сделать все, что душа пожелает. Единственный момент, действовать нужно очень быстро, пока суфле теплое. Большие объемы удобно отсаживать с помощью кондитерского мешка, а потом разравнивать с патулой. А вот с такими небольшими специальными рамочками для конфет можно справиться и без мешка, просто с помощью лопатки и спатулы. В любом случае, отсаживать суфле нужно на пищевую пленку или на целлофан. Как я уже сказала, суфле очень быстро застывает. Примерно через час или чуть меньше с ним можно продолжать работать. Конечно, можно оставить их просто так. Можно обвалять по-быстрому в какао или вообще покрыть глазурью. Чтобы быстро и равномерно обвалять такие конфеты в какао, складываем их в одну емкость, туда же 3-4 чайных ложки какао, прикрываем крышкой или тарелкой и вот так активно встряхиваем. Вот и все. Конфеты для чаепития готовы. Для конфет в шоколадной глазури разогреваем темный шоколад до температуры 50-55 градусов. Добавляем рубленый шоколад и интенсивно вымешиваем до тех пор, пока не получим вот такую однородную и глянцевую глазурь. Как сделать глазурь на основе молочного шоколада, читайте у нас на сайте, ссылка в описании под видео. Наносим тонкий слой глазури на будущие конфеты. Это будет дно конфет, поэтому в данном случае сильно стараться и разравнивать не имеет смысла. Даем глазури застыть и горячим ножом сначала делаем разметку, а затем нарезаем. Кладем на вилку шоколадной стороной вниз и купаем конфету в шоколаде. Рабочая температура темного шоколада в данном случае 31-32 градуса. Чтобы шоколад равномерно распределялся по конфете и лег тонким слоем, обязательно постукиваем вилкой о край посуды, только потом перекладываем на пергамент или на пищевую пленку. Смотрите, конфет много, в процессе глазирования шоколад начинает остывать и становится густым, например, как вот здесь. Работать с таким шоколадом неудобно, да и ложится он очень толстым слоем. В этом случае его надо немножко подогреть. В таком глазированном виде или в виде зефир и сэндвичей это суфле хранится при комнатной температуре 20-24 градуса около 20 дней, а в виде вот таких зефирок или в какао 7-10 дней. Списк ингредиентов как всегда в описании под видео, а текстовая версия рецепта со всеми нюансами приготовления у нас на сайте, ссылка также под видео. Приятного аппетита и до встречи на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова